Профессии, связанные с социальной сферой и медициной, трудно переоценить. Именно для этих людей, собравшихся в зале, сегодня звучали со сцены теплые слова. Та работа, которую каждый из вас на своем месте делает, это работа, которая связана прежде всего с благодарностью наших жителей. И вот эта энергия благодарности и для медицины, и для социальных работников, она, конечно же, бесценна. И важно, чтобы вам говорили спасибо. И сегодня я хочу сказать каждому из вас слова благодарности за вашу работу. Собравшиеся в этом зале не просто любят свою работу, они каждый день с полной самоотдачей трудятся над тем, чтобы улучшить качество жизни многих людей. Это трудно назвать деятельностью. То есть, когда человек приходит и отдает часть себя, это, наверное, все-таки не деятельность, это, наверное, все-таки называется призвание. Призвание, служение, но это не работа точно. То есть, это то, когда ты отдаешь частичку своей души, своего тепла тем людям, которые в этом нуждаются. Награждение работников социальной сферы и медицины в наши дни носит особый характер, ведь, по сути, они тоже стоят на защите жизни и здоровья людей. В рамках проведения СВУ у нас возникло очень много проблемных вопросов, которые также лежат на службе социальной защиты, здравоохранения, которые также направлены на поддержку создания условий для оказания услуг именно по обеспечению и по защите здоровья наших жителей. Многие, как, например, Ольга Лоскутова, пришли на торжественное мероприятие в спецодежде. Для них этот праздник – лишь небольшой перерыв в работе, а свои награды воспринимают как признание заслуг всех коллег. Сегодня рабочий день, поэтому я в рабочей форме. Потом пойду дальше продолжать работать. Награда в акушерстве нужна всем, потому что у нас все ответственные девочки, все работают уже давно, работа очень такая трудная, скажем так, и ответственная, и поэтому она нужна всем. Те, кто работают в социальной сфере и медицине, должны постоянно развиваться, и это развитие не останавливается ни на минуту. У нас много задач, и задачи в основном в отношении молодых инвалидов, развитие проекта «Активное долголетие», помощи детям-инвалидам, укрепление материально-технической базы, получение нового оборудования и развитие новых проектов. Мы создаем дружелюбную родительскую среду. Также и в медицине. Закупаются новые оборудования, изучаются современные способы лечения. Сейчас Видновская клиническая больница объединяет все объекты здравоохранения округа. Когда произошло это объединение, когда мы в едином учреждении можем оказать любую помощь, любому нашему жителю, который куда бы ни прикрепился, какому бы из нашего подразделения ни прикрепился, он однозначно имеет возможность получить любую помощь, которая обладает Видновская клиническая больница. Не ради наград все эти люди пришли в профессию, но, конечно, приятно лишний раз получить подтверждение, что твой труд важен и нужен людям. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.